Школьный физкультурный зал едва ли не самое популярное место в ОМИ. Ежедневно здесь работают различные секции. Спортом в селе занимаются и взрослые, и дети. Сюда раз в год съезжаются спортсмены из НИСИ, пёши и индиги. На протяжении трёх дней ребята соревнуются между собой в двух возрастных группах. Старшие и младшие команды по волейболу и баскетболу среди юношей и девушек. Всего четыре команды. Готовиться начинают задолго до начала соревнований. В спорте мы начинаем постепенно готовиться уже с сентября. По подготовке к соревнованиям условия не неравные. Из всех приезжающих населённых пунктов спортзал есть только здесь у нас в ОМИ. Ни в НИСИ, ни в Индиге, ни в пёше спортзалов не было. Несмотря на различия в условиях, уже не первый год все ребята показывают отличные результаты, попеременно завоёвывая первые места. Спартакиада – это большой праздник, куда попасть хочет каждый ученик. А главное, с её появлением спорт в Канино-Тиманском районе пошёл на подъём, отмечает директор школы Людмила Болтовская. У нас сейчас в школе нет курящих мальчиков. Никто не курит. Наши дети стали активно заниматься спортом. После первой спартакиады наши школьники, вот наши омские, посмотрев, как играет НИСИ Пёша, они стали ходить на секции очень активно. Они уже туда зазывали тренеров. Все финансовые вопросы по проезду, размещению, питанию и покупке призов берёт на себя Заполярный район. На эти же средства омская школа организует для ребят культурную программу. Вот только до сих пор принимающая сторона не получила подтверждения о проведении четвёртого отборочного этапа. Традиционно пройти он должен в марте 2015-го. Организаторы опасаются, что из-за передачи полномочий спартакиады могут просто отменить. Прибавилось участников, прибавились болельщики. И это мероприятие стало очень популярным. Если сейчас его захотеть отменить, то, наверное, уже мы такой протест услышим от всех, от всей молодёжи нашего Канина Тимания, потому что это очень популярное мероприятие. Они сюда с желанием едут, они очень хотят. Отменять такое масштабное спортивное мероприятие, конечно, никто не собирается. Перераспределение полномочий никак не отразится на графике спортивных мероприятий ни в населённых пунктах округа, ни в городе. Мы приняли все обязательства. Это мероприятие в программе Заполярного района было. Значит, мы его проводим. Мы ни в коем случае не будем ухудшать те условия, которые были. Я думаю, что мы будем стараться совершенствовать даже систему проведения мероприятий. То есть очень правильная идея проводить мероприятия кустовые. В данном случае это Несь, Ома, Нижняя Пёша, Индика съезжаются в одно поселение, выявляют сильнейшего, и сильнейшие приглашаются потом на финальную часть. Кстати, провести финальную часть спартакиады организаторы считают возможным в одном из населённых пунктов округа, например, в Нижней Пёше. ФОК там уже построили.